За три года около сотни спасенных жизней. В Белгороде реализуется проект «Ничьих детей не бывает». Благодаря совместной работе медиков и соцслужб, каждая пятая женщина, пришедшая на аборт, решает сохранить беременность. О счастье материнства репортаж Ксении Голуб. Вот так бьется сердце малыша, который совсем скоро появится на свет. Юлия Смолякова уже в ожидании. Срок беременности составляет 38 недель. А значит, долгожданная встреча состоится со дня на день. В семье Смоляковых этот ребенок первый и уже любимый. Все в порядке, ждем. Чувство волнения присутствует. С каждым днем сильнее. А вот Татьяна Цыганкова нашивает уже третьего малыша. Не понимает женщин, которые решаются прервать беременность. Дети – это великий дар, признается Татьяна. Мы с мужем очень счастливы, ждем его с нетерпением, потому что дети – это наша радость. И семья вообще самое главное для человека. Если человек счастлив в семье со своими детьми, значит, у него все хорошо. Специально для профилактики абортов в областном центре третий год действует программа «Ничьих детей не бывает». И она дает свои результаты. Каждая пятая женщина, решившаяся прервать беременность, отказывается от этого шага. Таким образом удалось спасти около сотни жизней. На приеме у нас акушер-гинеколог индивидуально беседует, работает с психоэмоциональным фоном женщины, рассказывает об осложнениях беременности, если таковую прервать. Также беседует психолог, рассказывает психологическую сторону. И наш духовный наставник тоже вносит свой посильный вклад. Если же говорить о статистике, то общее количество хирургических абортов снижается. В женской консультации 4-й поликлиники за 9 месяцев текущего года было проведено 23 операции. Однако существует высокий процент незарегистрированных медикаментозных абортов. Их делают в частных клиниках с использованием препаратов. И тут уже цифры статистики могут быть в разы больше. Однако последствия даже нетравматичных видов прерывания беременности часто бывают печальными, констатируют медики. От невынашиваемости последующих желанных детей до бесплодия. Поэтому прежде чем решиться на такой тяжелый шаг, стоит очень серьезно подумать. Ксения Голуб, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.